всем привет автосалон школе как уже догадались на богданке здесь сколько народа сегодня четверг машина еще сколько сидит там с менеджерами куча народа уточняет всякие детали давайте смотреть какие ценные комплектации что вообще что стоит в салоне давайте начнем 1 раз белого суперба такой белоснежный цвет эти какие огромные колеса резина continental тоже нас на эти машины дорого стоит водоотводов нет почему-то никто про это тема не говорит но опять не будем говорить с неизвестна модель и опять же прописано почему же нет водоотводов и что же такое почему здесь нет никто не пишет ничего напишите как считаете вот мне не нравится что вот тут вот и глубокая дека ниша блин как меня задрачит вот это вот сейчас допустим вот каштаны отцвели тут этого фигни набилось просто пипец вот надо каждый раз капот открывать чтобы все это дело то вывести это просто ужас я считаю что не не совсем вот это вот удачного них решение повторить или просто в зеркалах хромированная готовка стекол туда опять пишешь что это цыганщина но не знаю люди тоже наверное любят глазами да мы особенно мужчины то есть когда вот так все почему нет то есть все нарядно красиво эстетично они просто какая-то допустим унылая резинка уплотнитель наверное из этого исходит давайте посмотрим что же здесь на предлагает мягкий вверх тут тоже все упрямо о тут вообще знаете премиально вот это вся практически пол дверной карты раз два и три это все вот это полностью все отделано мягким то есть и и приятный ощупь и как бы защита от шума тоже дополнительно но почему нет вообще красота и тут еще раз смотрите получается что но не совсем двери порог закрывает тем не менее еще эти отделка белым пластиком идет но вот так для зонтов что эта тема или сейчас до щеток пошла такие у нас сиденья комбинированы подсветка педального узла имеется здесь по-вагазки все это работа со светом ну круто вот опять же такая тема что сейчас мы вновь сколько стоит за машина до вас чем-то по моему здесь уже практически все есть то есть если до 8 уже стоит блин с пакетом спорт за миллион шестьсот по моему дали сколько там фальсваген пола на ручки на ручки блин с этим с пакетом спорт и там еще плюс-минус два пакета елки-маталки может сильно здесь поскрести по с усекам я не знаю там кредит какой-то взять 1500 и вот купить может супер как считаете но блин куда нафиг уже совсем в агусе там что-то они берега потеряли литру ночник авто холд чик сработало dsg включение и спи опять же вот не знаю или новые зрители спрашивают почему здесь столько вот этих вот пустых кнопок это что типа нищебродской комплектации нет просто большая часть функции перекочевала отсюда сюда сенсорный экран понимаете да вот собственно все ради меди телефон голосовое управление навигация машина меню и так далее все это здесь присутствует ну такой экранчик просто уже сделали такой виде не ровную эту чуть-чуть со скосами поверхность телефон медиа радио навигация понятно меню вот все быстро работает настройки ну и так далее экран время язык давайте поставим арабский греческий шучу вот ну собственно что шторочка здесь всего так по высоте регулируется но вот это супер вот так поставил далее дорога красота как я люблю развалился и только на газонку поджимаешь и все и по трассе особенно допустим на питер попер там можно и 200 ехать вообще красота вижу так руль чуть еще на себя вот так сделал и все только чуть подрулишь машина шелестит 160 108 красота когда машина такая дорогая когда здесь все четко настроено это поверьте скорость просто не ощущается ты видишь как будто вот но 60 там не знает 70 и все машина четко стоит на дороге и так далее на что на то на еде не столько стоит кучу динамиков здесь и так далее давайте выходить тонировка такая черная нафиг ничего не видно совсем три подголовника сзади имеют давайте посмотрим вот у нас все в городе дали все салончики мухам маленькие эти как все впритык впритык много места сзади к сидушку почти максимально отодвинул да и тут смотрите сколько еще месту и кстати сейчас опять же повторюсь такая информация уже она подтвердилась что буквально с конца следующего года в чехии на заводе где производится пербой будут производить фольксваген пассат по фольксваген пассат в кузове седан исчезнет и теперь пассата будут идти только в таком же кузове лифтбэк то есть неибудь собирать на одном заводе вот собственно вот так понимаете да то есть как сейчас у нас собирает rapid и полы листбэк надо на заводе также в чехии будет собирать супербы и послата на одном заводе на одной линии и и посадок будет в кузове лифтбэк Skoda Superb 2.0 Ambition DSG 100 лошадок так тут опять же доп. опции которые доставлены на заводе пакет бизнес потом электроприлот багажники но тут еще много-много-много чего 3 миллиона 7500 рублей стоит вот эта машина и вот эти вот допы которые уже ставил непосредственно дилер. Базовики передние, ковры салона, ковер багажника, сетки багажника, накладки на пороге, автосигналка с функцией автозапуска Starline, защитная сетка радиатора идем дальше новая Octavia я сговорю я с менеджерами говорю что вот люди пишут что заводы ну типа бунтует что специально меньше машин производят и т.д. и т.д. ну они говорят что сказать это все бреднее почему потому что чем больше машин завод выпустит и продаст тем больше он на этом заработает а именно то есть нужны будут к этим машинам запчасти да там ТО-1 там ТО-2 всякие жидкости там и т.д. и т.д. то есть куча куча всего соответственно чем больше завод машин произведет и продаст тем лучше для завода поэтому не в интересах завода уменьшать производство машин а то что сейчас эти значит дилеры допов накидывает ну сейчас просто так рынок сложился то есть как только вся эта ситуация разрулится там с валютой со всякими сетями с чипами т.д. да поэтому как бы вот ну вот так и опять же еще такой нюанс там европе получается что более-менее валюта стабильна и человек говорит что нафиг мне это нужно я еще годик поеду как бы да вот и потом уже буду машину менять а у нас получается что цены на машины постепенно ползут вверх поэтому люди начинают как бы вот как свои деньги спасти начинает как бы уже пофиг несмотря на эти допы давайте мы будем типа машину покупать соответственно сейчас заводы работает не совсем в полную силу потому что опять же там на некоторые комплектующий дефицит то есть не так как раньше все это дело приходит но соответственно отсюда и вот такая вот вся у нас ситуация смотрим скота октавия амбишен плюс 14 тысай восьмиступенчатый автомат 150 лошадок так меди система радио свинк экран 8 дюймов 8 динамиков bluetooth система смарт-линк и вот пошли значит ну опять же вот вот это допы которые ставят дилер да может они как бы неправильно пишут эти здесь поэтому что вот это вот ну как бы все это ставится на заводе не обязательно даже по просьбе дилера то есть завод сам может другой раз и до установить функциональный пакет vr 3 ну и что тут еще пакет vr 4 ну и вот 2 миллиона 37 тысяч 100 900 стоит эта машина 150 лошадок скорость максимально 223 км в час 9 секунд разгон до сотни расход топлива смешанном цикле 5 и 5 доплата за свет уже включена по моему 20 тысяч она стоит такой кажется массивный капот литье резина перели здесь 25 45 r18 в арках пластик спереди сзади стоят брызговички ну вот эти дефлект рок-н-гидер на колхозе вот смотрите да как бы здесь вот хрома нет ну и машина смотрится так ну не то что там блекло да ну вот эти там раз на супер беда хром здесь нету ну и как-то вот она не знаю вот даже смотрите вот кодиак с хромом без рома но просто чуть-чуть как-то она кажется поинтереснее ну что давайте посмотрим что в салоне в такой машине массивная решетка здесь тоже глянец датчики паркурки присутствует красивые фары без ключевой доступ стоечки глянцевые октавия они как широко открывается дверь супер заходи садись красивая дверная карта нравится мне под лакончики прямо эти мягкие красота и кстати здесь тоже смотрите вот от сих до сих с это ставка тоже мягкая круто супер би там вообще вот тут все мягким а динамик надул как-то они все чуть-чуть решили сэкономить но даже чем-то не отличаться до такой джойстик тут тоже виде как по высоте регулируется подлокотник красота вот он так и должен делаться чтобы он был удобно они просто чтобы лишь бы он был кнопка запуска двигателя желание смотрел там блин кнопка на вот тут расположена но как-то вот ну блин так вот дешево смотрится вроде вот что то есть в этом смысле в кнопку поставили здесь вот такой дань пластик облагороженной и какой там смотрится не все по-другому мягкий вверх отлично так все да сожалению сожалению как бы ух тут прям вообще пипец вот понравится сожалению повторюсь что классы он продолжает умирать в том плане что даже у нас у нас меньше стали покупать вот ну опять же не в том ну деньги денег то мало у народа это понятно но даже продажи сейчас вот которые есть машин да видно что допустим кроссоверы покупает больше вот как ни крути и их покупает больше кроссоверов все-таки кроссоверы они забили все и и в основном берут их ну при возможности понятно да вот то есть даже тоже знаете был соляриц в кузове седан и в кузове хэтчбек потом они что решили переиграть бац быстро все это дело седана ставили хэтчбек убрали и сделали крету все в рынок взорвался крета 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 на соляриц даже никто не смотрит вот типа лучше добавить и купить крету вот и все понимаете да но сейчас опять же видите как все упирается вот именно в то что эти кроссоверы забили все вот стандартный такой уже уже даже говорю уже стандартный или что вот видите как все это быстро к этому привлекаешь единственное что мне не нравится вот тут вот эти вот в разъемы tpc ну то есть как бы они прямо вот непосредственно почти в днище до расположены у нас ли его в любом случае блин куда же кофе поставить поставлю сюда где-то дернул что-то еще бас и стучка это залилась вот это мне не совсем нравится но то что ставит type-c уже есть были не раз надо к этому делу просто привыкнуть и с этим дело смириться сразу купить переходник и все и будет вам счастье я выше флешку тут уже не ставишь подсветка имеется вот тут электронный ручник заглушечка два по стаканечка ну и тут увидите все по простецки 3 подголовника сзади подлокотника нет ну вот так же и октавия раньше она была как бы такая вот на подхвате а чё даже допустим купил с мотором 1.6 но зато октавия теперь она из мотором 1.6 как бы стоит прилично и поэтому что допустим не знаю даже может быть действительно уже есть смысл купить крету полноприводную допустим там залив 700 чем за миллион 600 купить это весь с мотором 1.6 как считаете опять же тут кому что кому нужен седан кому нужен этот кроссовер тут уже каждый по себя крутит выбирает идем дальше смотрите нас skoda корок белом свете давайте сразу посмотрим сколько стоит опять забудем skoda корок 1 4 3 стайл 8 ступенчатый автомат передний привод 150 лошадок и тут еще добавили пакеты пакет ассистентов ну в общем зимний пакет почитайте 2 миллиона 224 тысячи 900 рублей стоит вот эта машина и вот такие допы брызговики передний и задний ковресалон ковер багажника на слалке на пороге сигнал к сетке багажника сумка багажника и так далее багажник на крышу велосипедное крепление велосипед и дети детские тут еще и взрослый поход его сняли давно наверно вот без этого может быть купить вот это снять недолго ну вот так ну что сказать по крайней мере уже прогресс уже на сайте официально пишут клиренс раньше я если правильно помню не было теперь уже уже честно указывается что да здесь клиренс 160 миллиметров а у машины с полным приводом 164 миллиметра если правильно помню у солярица 160 до что-то типа вот так или 166 но неважно вот опять же по поводу вот этого всего видеть водоотводы пусть это такая простенькая пластмасска но хорошее дело хромира готовка стекол рейлинги серебристые опять же и в базе они вообще не идут ну вот так за все просят деньги приехал я в столон хаввейл смотрю стоит джолайн новинка и почему-то многие сравнивают с короком у желая на 190 миллиметров клиренс да здесь упал у полноприводного будет 164 вот ну и опять же турбомотор и там турбомотор и здесь знаете у нас проекция какая-то вот 7 ступка роботом здесь 66 ступка робот и там и там робот мокрый вот но смотрите как здесь как здесь отличается да вот салоне и вот я еще вставочки из того ролика возьму смотрите вот это вот все как смотрится в это в короке вот это да все и как смотрится все это дело в китайском желание ну опять же да говорится почувствовать разницу с другой стороны и корок на 200 тысяч почти до 100 дороже топового обратите внимание топового вода за лайна вот и у нас будет допустим корок средней комплектации на 200 тысяч будет стоить коробка дороже ну здесь мягкий вверх мы идем большая большой экран мультимедиа кожаный руль с подогревом здесь есть регулировка по высоте и по вылету там только по высоте но и опять же это поменяется на это сэкономили да вот и но зато опять же там напихали кучи функции эти адаптивный контроль контроль за полосой слепые зоны там это далее до кучи кучи всего ну вот по ходу так потом возможно и там еще опять же нет пластикового веса здесь кстати тоже его нет короки но за небольшую сумму это 6 тысяч можно дозаказать и вам пластиковый вес значит поставит вот там это да заказать нельзя вот ну как бы если такая цена ближайшее время и останется то наверное наверное все таки желаемые они зайдут тем более сейчас опять же с мужчиной разговаривал он уже оформлял документы я сейчас на счет передвигайтесь он году он стоит у меня kia сид вот хоть я расколо машине в 4 года игра пробег будет 68000 и чтобы менять и на китайца до вау эффект мне нравится круто это далее ну вот видите вот так то есть машине на его вообще можно было есть здесь нет человек отменяет и все ну его право правильно почему нет тут ведь имеется ручка то есть вот тех у кого больная спина поясница очень полезная вещь это такой свет шторка и подсветка вот эти вот как бы пластик твердый но зато здесь мягкий принципе то вот опять же что до проверенный движок проверенный движок восьмиступенчатый автомат и поперли кнопка запуска двигателя то есть для трассы такая машина вполне идеально этого клиренса вполне достаточно повторюсь опять же а как же у нас миллионы людей ездит на солярицах на рио да там не знаю на на октаве там что на те же допустим элантрах как они из здоров выезжает то есть если там не чисто да и ничего страшного как-то не выезжает почему для этой машина должна быть так эта проблема то что есть кузов другой здесь опять же и организация салона другая намного поинтереснее здесь выше посадка как бы место больше и казали то дали таком плане что идемте дальше три подголовника здесь у нас еще и комбинированное сидение имеется и сзади подлокотник ну вот так совсем скоро уже появится таус тоже на одной линии с коробком буду собирать мы соответственно мне кажется вот таус таус будет поинтересней хотя могу ошибаться посмотрим skoda kodiaq смотрел я цены получается машина как с передних приводов таки с полным приводом на 100000 примерно дешевле чем тигуан вот странно да правда там уже в тигуане идут лет фары здесь их нет но тем не менее здесь и машина больше да то есть при том что движки одинаковые коробки одинаковые здесь сама машина больше здесь больше багажник и машина стоит дешевле понимаете да вот как только возможно эти раз колеса резина бридстоун подножка присутствует здесь видите сколько места сзади багажник здоровый вот у калифана в эстонии вот тоже вот такой значит этот универсал опять же вот мы говорим что фуда там нет этого там нет этого там нет этого вот он решил что ему допустим задний паре сидений не нужен то есть он всегда за рулем жена а спереди то есть она не любит как моя чтобы я еду она себе спит тут подарила включила 3 зона климат-контроля и все и это тепло хорошо еще пледе подушкой и все и сидела на ходу если что ко мне переместилась выспалась там посадила опять ну допустим вы за рулем вы пишете в кайф ехать она все равно женщина мается и то есть куда и деваться она прыгает на задний ряд и здесь улегла себе и снова там то игрушка играет а что-то еще вот а у них допустим знаете подарила нет и вот мы ездили из сталина вильнюс вот подарила нет но был мороз есть минут 30 наверно мы сидели тут дрожали пока салон чуть это прогреется минут он решил так что ему эту сзади не нужно зато о себе докупил сабвуфер и там у него еще было это большой кран там где вот здесь у нас по мне такой опции вот здесь у него как и там дублируется на цифровой приборке этот навигатор ну в общем вот так вот он решил что ему вот так нужно ну и соответственно потом когда увидел что у меня электропилот багажника вот это тоже пожалел что я сэкономил а с другой стороны по прошествии времени думать там вроде как и нормально уже так не особо часто ты в багажник лазишь поэтому здесь опять же у всех все по-разному кому что же кому нужен кого и нужно вот кивать на фото другого смысл всегда считайте просчитывайте ситуации что нужно именно вам пригодится ли вам это вот или не пригодится а все это тело это понты я считаю они нафиг не нужны лучше на эти деньги допустим хорошо отдохнуть летом на море чем докупить какие-то ненужные понтовые функции так что-то это самое но еще раз надо присесть вот так вот так бы наверное поехал это сидушка высоко ну опять же это же у нас не не седан видите какая посадка высокая все видно далеко и то есть стояла там чуть-чуть тело сместил уже я сижу в седании нужно просаживаться вниз опять же спина напрягается и так далее вот я сижу мне мне удобно ехать до педалька попозже поджимается здесь все удобно отлично ну и очень кто-то опять стал мужчины кто-то что мол где-то прочитал что лобовое близко прямо типа ну к лицу и из-за этого он не стал машину покупать ну собственно вот что тут вот я сижу и на вызову вот палец в стекло опирается там получается еще одна рука вот да вот вот этого места то есть да вполне нормально далеко лобовуха чё про так ну третий у кого что в голове кто-то видимо сказал он увидел все и пипец у него в голове от отложилась традиции не нафиг надо я типа не такую не хочу ну бриджи да так что повторюсь страны тенденции сейчас skoda kodiaq даже дешевле чем этот тигуан правда повторюсь здесь изначально нет лет фар но такое дело опять же написал если ночью вы не ездите или ездить и очень редко то наверное и особо эти вот фары и не и не нужны не знаю я ночью ездили повторюсь я себе сюда очки такие сделал все козырные вообще четко сидишь вот просто опять же ради эксперимента ночью по трассе 170 валим блин видно черти куда вот класс вообще изумительно конечно так ездить не следует ну то я просто экспериментировал когда зрение хорошее прям вовсе красота идем дальше у нас вот там у тропе их стоит skoda rapid на эти коры с тоже такой пожарный цвет вот даже визуально построение средства он кажется какой-то такой совсем другой малюсники да или просто так обтекаемо сделано все это дело смотрим skoda rapid 16 ambition автомат 110 лошадок сколько еще всего добавлено на эти вот так наверно посчитайте вот так да я надеюсь видно вот на стоп нажмите почитайте что чего здесь добавили 110 лошадок 100 максималка 11 8 разгон до сотни 6 1 расход топлива смешан цикле объем багажника 530 либо почти полторы тысячи это 1 миллион триста шестьдесят пять тысяч сто рублей стоит такая машина вот это дупы которые поставил дилер вот ну что давайте мы посмотрим то есть это опять же у нас какие дешенда давайте тоже мы присядем ну-ка миллиметраж повторяюсь уже году раз платформа старая поэтому у нас вот такой вырезать и сидит и нету у нас здесь уплотнителя мягкий подлокотничек класс вот опять же до дверная карта ничего лишнего все красиво подлокотник под бутыльник все динамик динамик так сидушки ну сидушки как по мне так вот при моем росте мне кажется не не чуть-чуть коротковат и не знаю ну ладно вот автомат здесь тоже маленький да удалите эти расходите отрегулировал и удобно просто и вообще офигенно будущего небольшая нишка кто-то написал что если вот так его поднять а тут что-то лежит и может открыться и все это высыпется проверяем видите да вот крышка уперлась что уперлась вот сюда то есть видите как на вот крышка даже вот так если отдельно вот все она дальше же не откидывается соответственно если у вас что что-то лежит и когда он закрытый вот так раз то ничего здесь не высыпется значит не правда ваших только написал вот это ничего туда не высыпется вот хороший подлокотничек но опять же из-за него неудобно этим пользу ручейку то есть чтобы ручки затянуть нужно поднять подлопытник такой козырный руль с кошем перфорация классно бочоночки такие все здесь вот так вот видите опять же да есть рули двухспицевые вот уже вам пожалуйста руль трехспицевой точно такой же только вот это список добавили и сразу дороже такую руль вот только вот из-за этого странно до большой грамм принципе телефон настройки обканы меню медиа-радио все это все понятно велкам то skoda меню здесь все стандартно то есть здесь уместилась и на одной странице все это дело вот все понятно носители два разъема ты все полтора подстаканника ну и там динамик гонасовский здесь что вот так все очищник присутствует и подсветка простенькая все сэкономили и чем-то улыбаются так что тут вот так все это работает идем не знаю что сзади ну тут в принципе какие в этом в полу хотел сказать задание лифтбеки место также вот но видно что машинка узненько вот про визуально видно что что это вот и все это я сяду как он ну как бы я сел даль дорогу так по нормально вот я уже практически что вот достаю эту дверь но это разве нормально совсем узненько подарил задние сидений тут посты граника ли что еще два разъема tfc ну и вот видите нас багажник открыт опущена сидушка и тут ровно пола нет ни фига ну вот так вот то есть отдохнуть не получится либо надо что-то собой еще вести тут куча одеял там не знаю что то еще чтобы вот выравниться в пол полочка твердая и имеется такой плафончик ну и что вот такая машина с подарил сидений задних подарил сидений передних кожаный руль большой экран автомат климат стоит и она помню стоит миллион четыреста да как вы считаете хороший будет вариант покупки кузов лифтбек давайте еще раз посмотрим да вот миллион триста шестьдесят пять сто такой тропит идем дальше у нас еще остался не охваченным skoda kodiaq найти какой свет тоже подложка вот видена там у нас подложка и хрома нет на стекла здесь хром и подложка здесь рейнерги силим серебристые там они черные ну и вот то есть как бы вроде и рейлинги они вот такие не совсем скажем так неказистые вот у нас тоже датчика парковки сзади но опять же смотрите раз два три четыре и все они вот именно вот этой стороне чуть-чуть бы их сюда вот разнесли уж тут то все равно допустим не как вести типа здесь черно пластика тут пошел уже только цвет кузов тут можно было тут их поставить да на многом я считаю было бы лучше вот еще машина на выдаче купили полный привод здесь смотрите резина перели такие здоровые колеса выдавайте мцедра со мной писать не бесключевой доступ у а у нас тут что творится белый салон не знаю не знаю почему то у нас вот напрочь отказываются от таких машин ну вернее как не особо то производитель балует нас такими салонами ну считается что быстро пачкается так не плачкаете вот так ну и соответственно все вот так все вот он опять же ровно и чуть-чуть был вот так под углом да там отсюда все не в запас canton полный привод и пошли здесь всякие регулировки раз-два-три заглушки стоят климат-контроль двуспицевый руль все красиво мягкий вверх с подогревом лобового тут ну видите нас еще здесь все отделано черным ну вот так вот вот хорошие боковые упоры и сзади видите тоже нас вместо подлокотник подстаканники там все четко это место сзади вообще просто много просто много ну что вот такая козырная машина накладки на педалях купили такую вот тот опять написал что мол типа я отказался там не помню от чего-то и и купил ну как бы вот вот такой да понятно что по моему речь шла про тегуан понятно что здесь место больше еще такой ну опять же потом его этого человека начали доставать вопросами и он сказал что у него семья большая поэтому он себе купил вот такую машину ну опять же употребляюсь да у кого какие запросы допустим мне вот не нужно большую машину я когда я что же тестил и и mazda перед покупкой тегуан и здесь мы и катались на вот такой машине и там еще на вне помню в общем и по полосы тегуан маленькие скоростной такой третий такой юркий все но блин вот это здорово багажник и опять же эти размеры допустим большие лично мне такая большая машина не особо и нужно вот так ну что выходим в принципе вот вам и все модельки которые стоят новинок ближайших пока уж коды не наблюдается пишите комментируйте как вам ценно всем пока счастливо